Вы смотрите программу Новый день. Здравствуйте, с вами Нина Романова. Сегодня понедельник, 23 января. В Чебоксарах начало вещание популярная информационная радиостанция Вести-ФМ. Подробности в нашем сюжете. Узнай первым таков слоган радиостанции, вещающий 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вести-ФМ – это качественные новости международной политики, мировой экономики, культуры, спорта. Это прямые включения, тематические передачи и специальные репортажи. Это, прежде всего, конечно, заслуга наших коллег из радиотелепередающих центра из Чувашии. Им за это огромное спасибо. Совместно с ВГТРК, с Роскомнадзором они провели многолетнюю колоссальную работу, и вот все это получилось. Слушать радиостанцию можно на нашем сайте в режиме онлайн, в любой точке мира, где есть интернет, на любом гаджете с любой операционной системой. На сайте ГТРК Чувашия есть специальный баннер, кликнув на который можно слушать Вести-ФМ. Сейчас транслируются только федеральные информационные программы, но уже с февраля появятся местные новости и их тематические радиопередачи. С февраля радио Чувашии также планируют выходить небольшими отрезками на радиостанции Вести-ФМ со своими местными уже новостями. Их будет у нас 11 раз в день выпусков выходить, по выходным 9 выпусков. Частота вещания в ФМ диапазоне 98,5 МГц, мощность передатчика 250 Вт при максимальной 1 кВт, и передающая антенна находится на Чебоксарской телерадиобашне, поднята на высоту 165 метров. Ну, все это вкупе дает достаточно приличную зону вещания. Россияне начали слушать Вести-ФМ в феврале 2008 года. Первыми были москвичи. Теперь радиостанция заработала и в нашей республике. Москва, Самара, Калининград, Владивосток. Вещание ведется более чем в 60 российских городах. Теперь у чебоксарцев появилась возможность следить за новостями вместе с Вести-ФМ на частоте 98,5 МГц. Но и это не все. В планах радищиков установить IP-камеры в павильонах, чтобы обеспечить еще и онлайн-трансляцию программ. Получать подарки всегда приятно, а вдвойне приятнее их дарить. Каждую неделю за правильные ответы на вопросы мы поощряем активных зрителей небольшими подарками от нашей телерадиокомпании. Вот вопрос с этой недели. Угадайте, кто из ведущих новостей изображен на фото. Среди всех приславших ответы мы случайным образом выберем счастливчика, который получит приятный и полезный подарок. Присылайте ваши ответы на электронную почту конкурс собакатвр.чттс.ру с понедельника по четверг. И указывайте ваш контактный телефон, по которому мы с вами сможем связаться. А победителем прошлой недели стала Ольга Семенова. Рабочая неделя только началась, но планы на следующие выходные можно составить уже сегодня. Не раздумывайте долго и отправляйтесь в театр. В камерный. 28 января в субботу в 7 вечера поклонников поэзии Маяковского порадуют спектаклем «Разрешите представиться Маяковский». А 29 января юных зрителей там же ждет музыкальная сказка «Доброе золото». Начало в 11.00. На этом наша программа завершена. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Ну а завтра будет новый день.